Камчатский край стал одним из четырех субъектов Дальневосточного федерального округа, которые выполнили поручение президента Российской Федерации, вошли в ТОП-30. Результат хороший, но, конечно, требуется усиление этой работы. В качестве задачи хочу поставить вхождение Войтума 2020 года в ТОП-20 регионов Российской Федерации. Считаю, что нам вполне под силу такая задача. Странно, когда у нас в Елизовском районе, в населенных пунктах достаточно крупных, нет возможности приобрести лекарства. Мне кажется, это абсолютно недопустимо. Я прошу Министерство здравоохранения совместно с ГУП Камчат Фармацея подготовить конкретные предложения по развитию аптечной сети. Какой толк от достижений наших в инвестиционном климате в других направлениях, если у наших людей нет самого простого и необходимого возможности лекарства купить? Еще раз возвращаюсь к болевой истории с выплат на детей от 3 до 7 лет. Ситуацию нужно нормализовывать срочно. Вплоть до того, что давайте ввести отдельный реестр всех заявителей, чтобы можно было информировать. И та ситуация, что кто-то там не умеет объяснять гражданам или отвечать на вопросы, не является оправданием. Ну, значит, не должны такие люди работать у нас в системе. Много сейчас мер, направленных на поддержку семей с детьми, применяется. Я считаю, что нам нужно такую меру вводить. Это подарки семьям с новорожденными детьми в виде набора, такой первой необходимости содержит. Я знаю, что вы уже предложения прорабатывали, прошу их ускорить, и чтобы у нас в ближайшие несколько месяцев она уже заработала. Текущие возможности связи, они у нас очень низкие, недопустимо низкие. По сути, мы с гражданами не общаемся. Это нужно исправлять и нужно в норму вводить, что каждую неделю каждый руководитель значительную часть времени проводит во взаимодействии с гражданами, отвечая на обращения или введя личные приемы, в том числе, конечно, в виде видеосвязи. Портал «Камчатка в порядке» будет для нас ключевым, уважаемые коллеги, по работе с гражданами, нужно сразу этот инструмент максимально включать в работу.